МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Вашему вниманию новости на Хабар-24. Крупный лесной пожар в Оликольском районе Кустанайской области полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС Казахстана. Напомню, ранее в ведомстве объявили о локализации. При этом на месте происшествия остаются дежурить сотрудники Управления лесного хозяйства. Эвакуированные жители, чьи жилища не пострадали, вернулись домой. Остальные пока остаются у родственников. Тем временем специалисты подсчитывают ущерб от стихии. За последние 8 дней сгорела почти половина лесного фонда региона. Это 43 тысячи гектаров. В двух селах повреждены полностью уничтожены десятки домов. 12 человек получили различные травмы и ожоги. Один человек погиб. Всего в ликвидации огня задействовали больше полутора тысяч человек и 207 единиц техники, в том числе вертолеты. Очаги всех природных пожаров ликвидировали и в Карагандинской области. По данным местного ДЧС, на борьбу с огнем бросили свыше 450 единиц техники и полторы тысячи человек. Работу пожарных затруднял сильный ветер и высокая температура. Но благодаря оперативным действиям распространение огня удалось локализовать. На прошлой неделе степные пожары вспыхнули сразу в пяти районах Карагандинской области. Сейчас ситуация находится под контролем. Касымжимар Тукаев подписал указ о награждении пожарных области Абай за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Орден Айбен третьей степени посмертно получил водитель пожарной части номер 14 Тогузбаев Айдос Ерланович. Также к награде представлен командир отделения части Турлыбеков Амангельде Айтмуха Шулэ, а медалью Ерля Гэушин награжден спасатель Нурлан Селинжан. Напомню, медики региона рассказали о состоянии пожарных, получивших ожоги при тушении огня в Жарминском районе. Один из пострадавших, Амангельде Турлыбеков, сейчас в реанимации. В больницу его доставили бортом санавиации. Его коллега Нурлан Селинжан тоже под наблюдением врачей. Вся бригада оказалась в огненном кольце, выбраться из которого они не смогли. 92-летнюю жительницу Талдыкургана спасли из огня бойцы отряда СОБР. Пожар произошел в одном из многоэтажных домов города. Огонь охватил квартиру на втором этаже. Сотрудники отряда быстрого реагирования сработали оперативно и эвакуировали жильцов на улицу. Бабушку они вынесли на руках. К другим темам. 12 регионов Казахстана не выполнили план по инвестициям. Самые низкие показатели у Шымкента, Туркестанской и Улытаусской областей. Об этом заявил премьер-министр страны. Алихан Смаилов провел очередное заседание инвестиционного штаба. При этом глава Кабмина подчеркнул, что в целом наблюдается положительная динамика по инвестициям в основной капитал. С начала года их объем составил почти 7 триллионов тенге. В числе самых активных стран инвесторов – Нидерланды, США, Швейцария и Китай. Помимо этого продолжается работа по релокации иностранных компаний в Казахстан. Переговоры ведутся с десятками компаний. Среди них и известные бренды. Перезагрузить систему охраны материнства и детства предложили в Казахстане. С такой инициативой выступила Национальная комиссия по делам женщин и семейной демографической политики при президенте. По словам экспертов, в регионах страны важно внедрять новые методы для предупреждения смертности матери и ребенка, а также улучшить мониторинг рисков при беременности. Председатель комиссии Аида Балаева заявила, что эти вопросы имеют общенациональную значимость и требуют эффективной координации со стороны государства. В последние годы в стране остро стоит вопрос об уровне материнской и детской смертности. Поэтому в этом году мы создали специальную мониторинговую группу при нацкомиссии для углубленного изучения этой темы. Эксперты ознакомились с работой центров матери и ребенка в регионах. На местах требуется расширять доступность инфраструктуры, информированность групп риска, а также повышать ответственность уполномоченных органов. 331 семья незаконно получала АСП в Туркестанской области. Чтобы наживаться на бюджетных выплатах, они скрыли от государства реальный доход и недвижимость. Эти факты попали в поле зрения проверяющих, и теперь нарушители обязаны вернуть все деньги государству. Тех, кто не намерен возвращать деньги добровольно, ждет суд. Всего незаконно выплачены пособия в размере 38,5 миллионов тенге. Из них 27 миллионов уже возвращены в бюджет. Отмечу, что в 2022 году на выплату адресной социальной помощи по Туркестанской области предусмотрено почти 19 миллиардов тенге на 42 781 семью. При назначении АСП комиссия при Акимате каждого района проводит работу по определению материального положения семьи. По их заключениям оценивают степень их нуждаемости в АСП. Только после этого назначается пособие. И здесь могут возникнуть коррупционные риски. В связи с этим мы до конца года планируем провести специальную проверку участковых комиссий. Что думают казахстанцы о внедрении 7-летнего президентского срока без права переизбрания? Наши журналисты спросили об этом у жителей столицы. Они также рассказали, что в послании больше всего откликнулось на их личные запросы. Предлагаю послушать. По-разному к этому относятся, но я считаю, правильно. Потому что 7 лет вполне достаточно. Да ради бога. Если такая будет на службе, пожалуйста. Лояльный. Относится хорошо ко всем. И по-моему, все, что загадывает, все исполняет. Обещания все свои исполняет. Ну, мне кажется, вообще все зависит, как говорят, концепция менеджеров. Ну, то есть, мне кажется, здесь вопрос не в сроке, на самом деле, а в эффективности. То есть, если ты крутой SEO или топ-менеджер, ты можешь хоть и 15 лет работать. Вместо двух пятилетних один семилетний. Да, в принципе, все равно. Лишь бы мир был в стране. А так, хоть два срока по пять, хоть один срок по семь. Лишь бы народ жил в мире, было все у нас хорошо. Я думаю, что лучше всего два раза по пять и все. Понимаете, выборы, выборы, это встряска для любого кандидата. Мне кажется, это почти одно и то же. Пока других кандидатов не слышала, да их и не знаешь, и тихо, смирно. Так что, наверное, такая. Не знаю, мне Тухаев нравится. Мне лично все мне нравится. Он очень грамотный, он очень такой, знаете, толковый. Мне кажется, вот такой будет президент у нас. Мне понравилось послание, что сейчас пенсионный возраст, приостанавливается выход, что для меня очень актуально. Вот сегодня только слушали мы, я работаю в школе, поэтому меня это очень устраивает. Я считаю, что это очень важный и нужный шаг. Честно говоря, я только читала выжимки. В части того, что нацфонд перейдет детям, в этой части, в глубине души, я поддерживаю сама как мама, сама как гражданин республики Казахстан. В этой части, да, и в целом реформы президента, они очень своевременные. Карагандинские депутаты решили благоустроить заброшенное кладбище, где захоронены известные люди. Ученые, архитекторы и строители, все они внесли личный вклад в развитие шахтерского края. Там же находится могила общественного деятеля, одного из ознавателей партии «Алаш» Алимхана Ермекова. Как будут восстанавливать памятное место, расскажет Марина Золотарева. Выходы будут к ней, и основная аллея, после нее будет газон, 3 метра, потом основная аллея, 3 метра, и 4 метра мы оставляем до забора, чтобы организовать беседочный групп. Творческое совещание депутаты провели прямо на месте и представили план благоустройства. Территорию кладбища решено увеличить. У входа организуют удобный паркинг, дорожки выложат брусчаткой, вдоль них посадят деревья. Бесхозное старое кладбище пришло в запущение, а между тем здесь покоятся известные люди Караганды. Есть такая мудрая поговорка. Не будет благоденствия живым, пока не будут воздаваться должной почте усопшим. Вот люди ушли, мирные, которые строили наш город, работали в разных сферах, на шахте, здравоохранении, образовании. Красота, которую мы сегодня имеем, это мы обязаны им. Наш долг с вами привести здесь все в порядок. Здесь расположена могила лидера партии Алаши, научного деятеля Алимхана Ермекова, в честь которого названы улицы и школы в разных городах страны. Карагандинцы очень гордятся своим знаменитым земляком. Я знаю, что в честь Алимхана Ермекова названа школа. Школа находится в Каркаролинском районе и одна школа находится в Семипалатинске. Он является казахским общественным деятелем, ученым, профессором математических наук. Крымские депутаты старое кладбище решили сделать памятным местом. Деньги на благоустройство будут выделены из местной казны в следующем году. Народных избранников активно поддержали бизнесмены. Для начала они очистят территорию откопившегося годами мусора. Марина Золотарева, Зарина Зулпыхар, Краганда, Хабар, 24. В Павлодарских колониях начался новый учебный год. В вечернюю школу там пошли более 200 осужденных. Получив диплом об окончании образовательного учреждения, арестанты смогут дальше продолжить обучение, поступив в технический колледж. В дальнейшем это поможет им социализацией и трудоустройством. Осужденный за грабеж Мурат Оспанов учится в 10 классе. Будучи на воле забросил школу, а попавшись на кражи, вообще перестал учиться. А без среднего образования, говорит арестант, на работу никуда не берут. Появился шанс закончить школьное образование 10 класса и дальше поступить в колледж. На образование там токара, там слесаря, там все дальше в жизни, чтобы было у меня на что заработать. Вечернюю школу в колонии в этом учебном году посещают 116 учеников. 50-летний Эдуард Аксютов бросил учиться еще в 9 классе. Спустя несколько десятилетий решил вернуть упущенное время в учебе. Мне нравится математика, мне нравится русский язык, изучение всех этих поэтов многих я познал. И он тоже увлекает меня даже вот. Почему я раньше не учился. Их предшественники, а это более 400 заключенных, уже получили аттестаты о среднем образовании. Многие пошли учиться дальше в колледж. И после освобождения больше не вернулись в колонию. Опыт наших учителей и желание учащихся, оно приводит к нужным результатам. И все учащиеся, которые у нас обучаются, они всегда с радостью приходят. По их лицам, по настроению видно, что они здесь дружно сюда приходят. С удовольствием общаемся мы с ними. Они, естественно, интересуются тем, что происходит в мире, на воле. Их живо это интересует. Со школным аттестатом, а лучше с дипломом колледжа в руках, легче социализироваться, говорят заключенные. Здесь много примеров, когда даже злостные рецидивисты осваивали рабочие профессии. А готовят их в колледже по трем техническим специальностям. И токарные станки, и кабинет лабораторно-практических занятий по автослесарям. Есть кабинеты специальных дисциплин, где изучают теоретические занятия. Есть компьютерный класс, на котором осужденные могут обучаться различным программам. В ближайшем будущем колледж расширит образовательные направления. У заключенных появится возможность обучиться сварочному и швейному делу. Ербулабиши, Сама Таспанов, Женис Тимирбулак, из Павлодара, Хабар, 24. Страсти вокруг программы «Артспорт» до сих пор не утихают в Алматы. Родители школьников сегодня вновь пришли в Акимат, чтобы попросить продлить этот проект. Он был приостановлен из-за финансовых трудностей. И, как известно, город задолжал поставщикам спортивного и творческого заказа свыше 2 миллиардов тенге. На днях Аким Алматы настоятельно порекомендовал Маслихатуру смотреть вопрос выделения денег для погашения долга. Но средства пока не изысканы. Еще одна причина временного закрытия проекта – уязвимость действующей платформы «Артспорт.еду.кз». В данной системе прокуратура выявила более 2000 мертвых душ, за которые взималась плата. Этот список формировали сами поставщики и сейчас идет расследование. Чтобы исключить такую возможность, местные власти намерены пригласить разработчика платформы для устранения технических недоработок. Родителям, пришедшим сегодня в Акимат, сообщили, что сейчас разрабатывается альтернативная программа для детей. Планируем рассчитаться с долгами за июль и август-сентябре. Потом будем искать деньги, чтобы дальше продолжить программу. А пока работники прокуратуры расследуют допущенные нарушения. Звонят родителям, выясняют, занимались ли их дети в кружках или секциях. Многие впервые узнают о программе из уст следователей. Чайные истории. В Шемкенте впервые открыли выставку раритетных самоваров. Десятилетиями сосуды, считающиеся символом гостеприимства, собирали сотрудники областного историко-краеведческого музея. И теперь коллекцию решили представить на всеобщее обозрение. В форме вазы, банки, шара, яйцеобразные – все эти варианты самоваров. Они еще и разного размера. Могут вместить от пары стаканов до 20 литров, рассказывает старший научный сотрудник музея Андрей Донец. Многие самовары изготовили еще в XIX веке разные мастера и фабрики. Но у каждого своя история. Большая часть экспонатов когда-то находилась в частных коллекциях. И ни одно поколение собиралось вокруг него, чтобы попить чай. А позже их предпочли передать в музей. По форме они все различные. В массе своей они относятся к концу XIX, ну и к XX веку, начиная от начала и до советских времен. То есть здесь не только угольные или дровяные, есть и электрические самовары. Один из самоваров, самый крупный в этой экспозиции, мы в 90-е годы, когда не было света газа, мы использовали. Это вся информация к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова